Всем привет! Вы смотрите Кинотайм на телеканале Нефтекамск 24. С вами я, Саша Котикова, проведу короткий обзор того, что уже идет на больших экранах Парк Синема. По ту сторону Комы. История Гретели Гензель, новое прочтение. Маленькие женщины, идеальная няня и новые вселенные Лего. Тизер к фильму Комы сняли буквально за два дня и в первые же дни его посмотрело более 600 тысяч человек. Этот фильм уже сравнивают с такими голливудскими хитами, как Интерстеллар и Начало. Что ж, надеюсь, фильм займет достойное место среди российских блокбастеров. Оценить фильм в числе первых можно Парк Синема. После страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, который мало чем похож на реальность. Зато очень напоминает хаотичную память человека в состоянии Комы. Вокруг него причудливо выстроенное пространство, где любые законы физики перестают работать. Теперь герою придется выяснить, по каким законам существует этот мир, бороться за жизнь и любовь. Но самая главная задача — найти выход из Комы в реальный мир. Мне надо проснуться. Нельзя проснуться, понимаешь? Твое тело там, в Коме, ты здесь. Ничего не сделаешь. Жизнь в Коме так же реальная. Съемки фильма про Гензель и Гретель проходили в Ирландии. И одну из сцен фильма, между прочим, ссеняли в известном своим демоническим прошлым старинном домике под названием «Клуб адского пламени». Я сейчас не нагнетаю, но все же смотреть страшную сказку в новом прочтении от «Братьев Гримм» вы можете на больших экранах. Если вы помните, то сюжет у сказки довольно простой. Главная героиня Гретель отправляется вместе со своим младшим братом в опасное путешествие по темному лесу в поисках еды. На пути они встречают добрую старушку, но на самом деле попадают в ловушку сверхъестественного зла, столкнувшись со старой и беспощадной ведьмой. Фэнтезийный фильм ужасов по мотивам страшной сказки «Братьев Гримм» стартовал в парк-синема. Что вы с ним сделали? Мне осталось лишь приправить его. Перцем. 30 января на большие экраны выходит экранизация французского бестселлера, писательницы Лейлы Слемани «Идеальная няня». А если быть точнее, то это экранизация трагической истории, которая произошла с одной семьей в 2012 году. Луизе нет равных в готовке и уборке, а дети ее просто обожают. Она не считает часы на работе и готова задерживаться всякий раз, когда это необходимо. Но время идет, дети растут, и привязанность Луизы к ним только усиливается. Няня выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма. У истории трагичный финал, но здесь важен даже не сам исход трагедии, а поиск ответа на вопрос, почему же это произошло. Я волнуюсь за Милу. Она видит Луизу чаще, чем нас. Это пора прекратить. Я больше не хочу заботиться ни о ком, кроме детишек. Ну что ж, переключимся с идеальной няней на не менее идеальных лего-героев. Мультфильм основан на наборе лего с элементами конструктора Playmobil. И это первая часть из задуманной трилогии. Оценить можно в парк-синема, ведь этот мультфильм уже здесь на больших экранах. Во время игры Чарли и его старшая сестра Марло попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марло отправляется на его поиски. Ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных. Землю викингов и мир юрского периода, Дикий Запад, волшебную страну и шпионский город. Playmobil фильм через вселенные. Скажите боссу, что к нему пришел Дэл. У меня тут Дэл внизу просит встречи с шефом. Да нет, нет, Дэл, он не поет. Приключения ждут вас. Маленьких женщин уже экранизировали в семь раз, в том числе в японском мини-сериале. Это новая версия, увидеть которую вы уже можете в комфортных залах Парк-синема. Очень маленькие женщины на больших экранах. Америка. 60-е годы 19 века. Время гражданской войны в США. Фильм рассказывает о взрослении четырех таких непохожих друг на друга сестер. Проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. У женщин есть ум, есть душа, есть сердце. Либо я стану великой, либо никем. Они амбициозные, талантливые и просто красивые. Я больше не хочу слышать, что удел женщины удачно выйти замуж. Просто не могу этого слышать. В Парк-синема каждую неделю стартуют яркие и крутые новинки. Это значит самое время подвести статистику и узнать, какие же из фильмов понравились зрителям на прошлой неделе. Первое место в прокате России и СНГ по итогам прошлой недели заняла новинка – комедийный экшен «Плохие парни навсегда». Вторую позицию продолжает удерживать комедия «Холоп». На протяжении пяти недель картина не покидает тройку лидеров и уверенно приближается к отметке в 3 миллиарда рублей. Замыгает тройку лидеров российская комедия «Марафон желаний». На старте лента собрала 120 миллионов рублей. Суммарно тройка лидеров собрала 69% от общей кассы ТОП-10. В десятку лидеров вошли 4 новинки – вышеупомянутый экшен «Плохие парни навсегда», комедия «Марафон желаний», хоррор «Боевик под водой» и анимационный фильм «Барашек Шон Фермагеддон». Зрители Парк-синема немного видоизменили тройку лидеров. «Плохие парни навсегда» сегодня на первой строчке нашего рейтинга. Комедия «Холоп» про перевоспитание на второй строчке. «Неидеальный мужчина» на идеальном третьем месте в нашем сегодняшнем рейтинге. Сколько бы ни было градусов на улице, в кинотеатре «Парк-синема» всегда тепло, комфортно и уютно. Что ж, пожалуй, и я сегодня останусь здесь ненадолго. Но вы смотрите кино первым классом и кинотайм на телеканале «Нефтекамск-24». С вами была Саша Котикова. Всем пока! Можно запускать!